здрасте господа начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике вебинар стрим тайны эзотерики с андреем дуйко конечно хотелось бы чтобы тайну у нас все-таки присутствовали во время этого вебинара и вот здесь вот в этом чате я скорее всего сейчас прочитаю ваши вопросы и расскажу о тайнах и так андрей андреевич сегодня у меня день рождения какие практики можно делать день рождения как загадывать желание в день рождения заранее спасибо ваша ученица когда человек рождается то это у него происходит начало и считается что ну кем считается люди так придумали эзотерики так придумали что у человека в момент его рождения начинается новая судьба и начинается новая жизнь таким образом когда человек имеет день рождения и дошел до момента когда пришло время родиться то он может переформатировать свою жизнь каким образом первое он должен вспомнить всех людей которые были в прошлом и сказать им большое спасибо за участие в их жизни и сказать себе я это отпускаю чтобы не произошло это уже давно в прошлом и после этого сказать а вот скоро у меня будет и после этого произнести что скоро будет еще один метод необходимо по вашему возрасту выполнить такой вот метод который называется метод запуск запущения птиц человек представляет буду что это даст это даст вам возможность вырваться из той жизни в которой вы живете и даст такой подъем энергетический который может быть представьте будто перед вами находится мешок в этом мешке находятся голуби их именно столько сколько у вас прожитых лет открывайте такой мешок и по одному голубю доставайте и бросайте их на выдохе вверх можете сказать принеси мне счастье или какое-нибудь пожелание скоро у меня буду там любовь скоро будет любовь и так все 25 голубей или 52 голубя это поднимет духовно человека а вы знаете что события вообще как устроен человек очень часто человек думает что его события жизни они исключительно связаны с его воспоминаниями и вы знаете это не всегда так дело в том что ваши воспоминания они связаны с вашим отношением к тому что произошло и очень часто это совершенно не так как вам показали или как вы это пережили так допустим человек может иногда обидеться на кого-либо хотя тот человек который по его мнению обидел его не собирался этого делать не собирался обижать также наша память она чревато тем что у человека происходит со временем дорисовывания событий так как час событий это доказано физиологически исследованиями мозга часть событий из нашего мозга они каким-то образом расщепляются и могут часть событий стираться то есть мы часть событий можем помнить не точно и наш мозг он декомпенсирует эти события создавая новые события и воспоминания одни и те же их одних и тех же событий которые перенесли люди в определенное время допустим как формировали эти исследования брали людей которые проходили одно и то же события там выпускной или день рождения или еще какое-либо в котором участвовало много людей и спустя годы собирали таких людей по их по возможности и проводили исследования как они помнят данное событие и вот пробовали описание сравнить и получалось что у практически у всех людей одни и те же события выглядели по-другому мужчины заменяли женщинами женщины стояли не там женщины имели худобой или там наоборот избыточный вес лёши становились петями имена менялись фамилии менялись события изменялись и они могли быть самыми невероятными я могу сказать что большинство событий нашей жизни они исковерканы нашей памятью хотим мы в это верить или не хотим и есть даже такие синдромы которые усугубляют вот такие состояния со временем у человека память она становится совершенно другой что дает человеку память как ни странно памяти хорошие и плохие события формируют настоящую жизнь оказывается чем больше плохих событий в памяти у человека находится чем больше отношений негативных есть в человеческой памяти тем хуже жизнь человека в настоящем моменте именно поэтому наверное в христианстве в других религиях есть такое понимание как прощение или умение прощать я хочу вам дать такой совет когда у вас будет день рождения в общем тайника ну и никогда день рождения постарайтесь трансформировать идеи вашей памяти такое таким образом чтобы сами себе сказать такие слова моё детство было великолепным мои родители были потрясающе хорошими мама меня обожала отец меня все время обнимал и целовал мы ходили на рыбалку на охоту у нас было всегда много всего и вот таким образом переформатируйте эту память вложите в эту память небольшие такие идеи которые немного сглаживают ваши отношения к тем событиям и тем ситуациям которые были у вас в прошлом как ни странно даже небольшие такие внедрения в нашу память могут способствовать тому что у человека изменяется по-настоящему его жизнь не напрасно как я когда-то говорил человек пытается изменить все внешне забывая что на самом деле все начинается с его сердце измени в своем сердце воспоминания и измени их таким образом чтобы относиться хорошо кому-либо чем больше у вас в воспоминаниях есть моментов прекрасных тем лучше и прекраснее жизнь ваша будет будущем так это все устроено почему голубей выпускать потому что голуби это надежда или птицы это надежда и когда человек выпускает что-либо из своей груди представляя голубей он фактически делает все для того чтобы включить у себя элемент свободы а что такое быть свободным человеком этот мир нас часто пытается сделать не свободными он заставляет нас подчиняться заставляет кому-то служить на кого-то работать заставляет о ком-то заботиться заставлять и много всего то есть да хорошо заботиться о ком-то но если это из-под палки то уже не хорошо да хорошо кого-нибудь заботиться и кого-нибудь нести на свои шеи но если это из-под палки тоже нехорошо и вот как раз элемент добровольного участия или добровольной помощи это хороший элемент а вот из-под палки или через элемент страдания это уже плохо именно поэтому когда мы выпускаем вот таких голубей во время практики мы включаем некую идею надежды и желание того чтобы освободиться и быть более свободными что дает человеку деньги деньги дают человеку свободу то есть человек говорит ну как же свободу как же они могут дать свободу вот у меня нет денег и я свободный человек нет свободный человек это тот человек который может не ходить на работу или пойти тогда когда ему хочется или спать тогда когда ему хочется и не спать когда ему не хочется который не тратит время на бесконечную работу может просто лежа почитать книгу и не только на отдыхе а просто так на протяжении дня не заботясь о чем-либо еще который запросто может лечиться или запросто может отдыхать запросто может не выживает и нет необходимости откладывать деньги на то чтобы оплатить что-то то есть по-другому можно сказать что это дает человеку свободу именно поэтому когда человек выпускает при помощи такой практике голубей или птиц пускай их от груди вверх он фактически делает все для того чтобы справиться с тем что мешает его душе быть свободной быть счастливой поэтому как загадать желание со словами скоро это будет также скажите себе я прощаю всех кто мне делал плохо я служу доброму богу я прощаю всех кто делал мне плохо и вы меня простите представляете как эти люди вас прощают обнимают целуют и уплывает на лодочке от вас куда-нибудь далеко добрый вечер уважаемый андрей андрей скажите пожалуйста откуда вы берутся мысли как они материализуются спасибо то что я вам скажу отличается от того что можно где-либо прочитать мысли как устроен человек человек в нем есть три компонента так пишут эзотерические книги есть компонент который называется душа это компонент который чувствует ребенок рождается с чувствами в его голове не возникают еще мысли но уже возникают чувства то есть он приблизительно так это все ощущает что-то большое красивое это мама и потом со временем формируется многократное повторение или многократное накопление рефлексов по пирогову которая формирует некий синапс на который и через дендриты аксоны формируется синаптическая вот такая взаимосвязь этих подсознательных импульсов или рефлексов подтверждающихся многократно которые формируют дальнейшем синапс и этот синапс на него одевается ячейка которая называется слова или слог таким образом формируется синаптические связи ментальное ядро человеческого сознания, но вначале появляется у нас состояние, которое называется душа. Человек рождается душой, целью которой является испытывать состояние, чувствовать радость или чувствовать страдания. Как правило, душа настроена на то, чтобы постоянно чувствовать что-либо. Чувствует душа. Душа своими чувствами, которые находятся в груди, в сердце человека, в загрудинном пространстве. При этом объяснение этого с позиции нашего сознания найти невозможно. Почему у одного человека, почему если мозг существует и там есть сознание, то мы можем удалить часть мозга и теряется сознание, но душа при этом, она все равно находится у человека, поэтому человек хоть умный, хоть неумный, он может чувствовать и чувствовать. Есть душа у всех животных, поэтому все животные могут чувствовать. А из души появляются некие флюиды, которые поднимаются в голову, и это формирует уже наш голос внутренний. Вот этот внутренний голос называется нашим духом внутренним. И то, что с вами разговаривает, называется вашим персональным духом. Вот этот ваш персональный дух, он не взаимосвязан с вашей душой. Ваша душа чувствует, ваш персональный дух, он может разговаривать. Как происходит подселение? Подселение обычно происходит при внедрении какого-либо духа, который называется голодный дух, который влазит в человека каким-то образом через половые органы во время мастурбации и анонизма. Он может во время отключения влазить через запои, через претензии, через какие-либо... Это может быть за счет внедрения, за счет долгов или за счет влияния, деструктивного влияния планет или даже проклятий. И как это проявляется в нашем сознании? Такой дух входит к нам в голову или входит в сердце, начинает шевелиться, его шевеление люди ощущают. И что-то в голове дополнительно начинает еще разговаривать. То есть так наш дух, он разговаривая с нами, и мы его слышим как персональный внутренний разговор. И тут вмешивается еще какой-то разговор, который начинает материться, злиться, обижаться, дуреть и так далее. Это уже внедренный дух, который не связан с вашим духом. По-другому, если отставить эзотерическую идею, этот дух, его можно назвать нашими синаптическими откликами или нашим сознанием, реакцией наших дендритов, акционов, реакцией работы нашего мозга, больших полушарий, рефлексов и так далее, семантики. Но в целом эзотерика объясняет это как присутствие нашего внутреннего духа, одного духа. Дух может разделяться или дух может расщепляться, но сейчас не об этом. В случае, если вы слышите какой-либо разговор в себе, который не соответствует вам, то не обращайте на него внимания, а ругайте его и говорите, я не хочу слышать, это не мое, и покинь меня, иди вон. Таким образом, человек, как ни странно, может помочь человеку справиться с начальными такими состояниями, когда дух какой-либо чужой или чужеродный начинает в вас вселять. Но миром этим управляет душа, как ни странно. Поэтому, чем приятнее человеку в душе, тем прекраснее события жизни вокруг человека создаются. А дух, в нем нет приятное и неприятное. Он может как бы и инициировать объяснение того, что происходит. Он может перевести вам, что это цвет зеленый или красный. Но чувства возникают без вот этого всего. Они просто либо есть, либо нет. И отделение души и духа является, и понимание души и духа и тела является основой эзотерики. Поэтому, где происходят наши мысли или как они происходят? Сначала создаются события мира, которые ощущаются нашей душой. После этого эта душа создает флюиды. Эти флюиды поднимаются и создают наши мысли. Таким образом, мир управляется через вот такие флюиды. И многие люди, которые занимаются эзотерикой, и тем, чем я занимаюсь, прекрасно это понимают, знают, как создавать у других людей какие-либо состояния, образы и так далее. Тут такой вопрос глобальный. Знаете, он иногда настолько расширяет глаза и настолько может изменить человеку судьбу. Но многие люди просто совершенно не задумываются об этом. Но я бы хотел сказать, вот так глобально, если рассмотреть данный мир, в котором мы проживаем, то нужно задать вопрос себе, чего хотят люди в целом? Зачем люди, что они хотят? На что они ориентированы? И многие скажут, что у каждого человека есть своя индивидуальная дорога. Одни ориентированы на то, чтобы помогать другим жить по заповедям христовым или по заповедям Талмуда, или Зарар Тризма, или Буддизма, или Ислама. Но не убивать, не красть, жить, как обучал Бог царей Давида, и Соломона, и так далее. Или жить, как сказал Будда в Золотолотосовой сутре, или как было написано в Нараяне, от Брахмы или от Вишну до Кришны. Но чего хотят люди? Многие скажут любви. Нет, на самом деле, на самом деле, то, что я вам сейчас скажу, очень откроет глаза. Вы знаете, что каждый человек, который раздражается и который злится, что он хочет в этот момент, что вообще такое злиться на другого человека, обижаться на другого человека, психовать на кого-либо. Вот к чему я это сказал сейчас? Читаю комментарии, я высказал свое мнение, но при этом около 30 тысяч комментариев написали о том, что я дурак. Но это же исключительно мое мнение. Но здесь такой вопрос. Человек первый раз увидел то, что я написал. После этого он мне написал пять раз комментарий, какой я плохой человек. Ну хорошо, я перешел дорогу этому человеку. Сказал, что ангелы со мной разговаривают. Но почему они не могут со мной разговаривать? И это не ангелы, а еще кто-то. Но дело в том, что никто не может доказать, ангелы со мной разговаривали или не ангелы. Разговаривали они со мной или не разговаривали. а как с Иисусом Христом разговаривали высшие силы. Многократно мы читаем о том, как с какими-либо святыми разговаривали высшие силы, включая ангелов, знаете, которые говорили что-либо. С предтечей вообще Иисус Христос выходил из миноры, кстати, и с ним разговаривал. То есть можно много всего рассказать, просто внимательнее необходимо читать. Высшие силы, думаете, напрямую Бог будет с человеком разговаривать, с какой вдруг стати. Ну ладно, сейчас даже не об этом. Чего хотят люди, которые пишут гадости? Верующие, глубоко верующие, почему они злятся? Чего хочет человек, который злится? Ответ есть. Когда человек злится на другого человека, то он хочет его ударить. Вот смотрите, я разозлился на человека, и из-за того, что я более высокодуховный человек, я сдержался и не ударил этого человека. Я разозлился так на маму, вот маленькие дети, у них это более легче проявляется. То есть когда там ребенку не дают, он злится, он может толкнуть. Зачем толкнул? Или зачем ударил? Потому что наш мир, он устроен по принципу служения. И это служение, оно может быть служение злу, или служение добру. Вот смотрите, когда человек, как бы представьте, когда человек начинает кого-либо толкать, зачем он это делает? Когда ребенок, которому нечего делить с другим ребенком, толкает этого ребенка, какую ставит он задачу? Зачем толкает? Дело в том, что толкнуть это значит сделать или иметь желание сделать этому существу, которое рядом с тобой находится, больно. Чего тогда хочет человек, который злится на другого человека? Иногда говорит, мне так надоело учить с ним уроки, как дало бы. Зачем дало бы? То есть ты бы хотела сделать какое-либо насилие, проведя это над кем-либо. А зачем это насилие тебе нужно? Ну, чтобы он понял. Ну, чтобы он понял, или чтобы ты почувствовал. Что ты почувствуешь, когда человек испытает что? Ну, когда ты ударишь этого человека, то что он испытает? Боль. Тогда, если отбросить все, то эзотерически это выглядит так. Человек хочет боли другого человека. Когда он злится, когда он пишет такие комментарии, когда он желает что-то плохого, когда он ненавидит кого-либо, он хочет боли. И когда человек хочет боли вновь и вновь, а вы же должны знать, что жизнь это большое зеркало. Поэтому, когда человек хочет боли вновь и вновь, чужой боли, а эту боль он не получает, то ему дают ее. Почему? Откуда болезни берутся? Болезни берутся в тот момент, когда человек хочет боли. И вот он ее хочет, 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 не получает, не получает, она накапливается. И потом появляется в виде боли. В виде душевной боли, в виде физической боли. Да, представляете? Так мир весь устроен. Получается, ваши эмоции, ваши психи, это служение боли и желания боли. Чем больше из-за вас или чем больше вы негативите, чем больше вы ненавидите, чем больше это в вас возникает, тем больше боли вы хотите и тем больше боли вы получите. Именно поэтому и существуют такие духовные направления, как мои духовные направления, которые могут создать принципиальное понимание того, что можно быть и на светлой стороне, и можно иметь свое мнение, и что можно не хотеть боли, и что можно не хотеть кому-то зла, что можно жить вот так. Люди мне пишут, ты придурок, я пишу, ну давай-то тебе просто необходимо печенькой, чтобы тебя кто-нибудь обнял. Почему? Так это ему и нужно. Вы что думаете, он мне пишет придурок, потому что он хочет моей боли? Да нет, он мне пишет, что я придурок, потому что его никто не любит. Почему они пишут, да, с тобой не ангелы, с тобой свиньи разговаривают? Да потому что с тобой ангелы разговаривать никогда не будут. Почему? Злой ты потому что. Если со мной, с обычным человеком, кто-то разговаривает, тогда почему? Те, кто пишет, со мной не разговаривают, потому что, ну так не надо быть тем человеком, который так ненавидит кого-то, который не может справиться с самыми простыми эмоциями, злиться бесконечно. Я этих людей вижу постоянно. Комки боли, комки ненависти, комки злости, злой от чего? От всего. Весна уже, уже можно быть и добрый, мы теплые, мы радостные, мы счастливые, мы так много всего. Как вообще сделать так, чтобы всем было хорошо? Почему вообще? Знаете, самая большая проблема людей в том, что очень многие люди, которые живут рядом друг с другом, живут с позицией, что я идеальный, или я идеальная. И они думают, что все вокруг именно так считают. Вы знаете, что в семье очень часто каждый, каждое существо, которое там находится, думает о себе, что оно идеально, максимально идеально. И вот в тот момент, когда вы думаете, что вы максимально идеальны, чем больше вы считаете, что вы идеальны, тем больше вас начинают ненавидеть те люди, которые находятся рядом с вами. А что можно сделать? Хотите, научу. Занимайтесь медитацией. Какой медитацией? Сделайте, как я вас научу. Выйдите куда-нибудь на улицу. Не читайте мантры, молитвы. Ничего этого делать не нужно. Сядьте просто и посмотрите, проживите одну, две, три минуты. В чем? Ни в чем. Просто так. Как это делают животные. Они ничем не заинтересованы, никуда не стремятся, ничего не хотят. Они не ловят рыбу, не рассматривают облака. Ничего не делают. Они просто ничего не делая сидят или стоят, или идут. Выполняйте такую медитацию, когда едете в поезде или когда находитесь на улице, просто гуляя, не думать ни о чем. Просто гуляя или сидеть где-либо, ничем не любоваться, ни о чем не думать, не держать телефон. Дело в том, что это очень остужает наш эгоизм. Почему? Наши эгоистические состояния, они сглаживаются природой и нашим потоком времени. Кстати, почему я противник того, что человеку не нужно постоянно вспоминать чего-либо? Дело в том, что я очень давно заметил, что в тот момент, когда человек постоянно что-то вспоминает, он очень быстро от этого стареет. Поэтому чем больше вы в жизни своей что-то вспоминаете из прошлого, тем быстрее вы постареете. Помните мой метод из моей первой ступени? Я говорил, возьмите резиночку, движите вокруг своей руки и когда вас мучает прошлое, ударьте себя этой резиночкой. Пусть рефлекс создаст у вас, пусть боль создаст у вас рефлекс такой, что вспоминать это больно. Это очень эффективный метод. Прям очень-очень эффективный. Кстати, у моего сына Любчика, Любослава, он на самом деле не Слава, а хоть Соня его и называет Славом, но называли мы его Любославом. Так вот он и живет, такой восхищаемся постоянно этим ребенком. Двухметровое существо с необыкновенно доброй душой, с потрясающим раскрытым сердцем, с огромным таким теплом внутренним, удивительный человек с колоссальным интеллектом, с потрясающей хорошей судьбой и великолепный ребенок. Очень приятно это все, знаете, прям очень-очень приятно и наблюдать, и смотреть, и видеть. Очень желаю ему счастья. Ну, что ради чего, собственно, и рожден, и ради чего, собственно, и живу. Будем над этим работать. Так что мысли, откуда берутся, их чувства создают. А чувства, они уже общаются с большим Богом, с той энергией, которая вокруг находится. Наталья Кашевая, большое спасибо за знание. Все работает. Доказательства того, что все работает, они находятся не сегодня, не здесь. Они находятся в 2011 году, в тот день, когда я 27 апреля провел свою первую ступень эзотеристской школы Кайласа. Это было в институте Киево-Могилянской академии, где я снимал маленькое помещение, одну аудиторию, и проводил вот такие встречи с аудиторией. Именно тогда и началось. Если школа, которую я веду, на протяжении стольких лет, она не распалась, ну, тогда это говорит о том, что это кому-то нужно. Почему я решил это делать, и почему я выхожу к людям, и почему... Ну, кто-то же должен говорить о добре, кто-то же должен напоминать о том, что счастье есть, а как можно изменить судьбу. Кто-то же должен не просто зарабатывать деньги, а еще это говорить. Знаете, мне нравятся люди, которые говорят, да, он просто зарабатывает деньги. Но я зарабатываю деньги, но при этом, смотрите, каждую пятницу я выхожу с эфирами, каждый вторник я выхожу с эфирами, и делаю так на протяжении уже, я не знаю, скольких лет. Но почему? Я бы мог этого не делать. Но я же делаю, отвечаю на вопросы людей, общаюсь с ними. Но мог бы не делать. А тот человек, который говорит, он деньги зарабатывает, но при этом он не выходит, и людям ничего не говорит. Знаете, одна женщина написала, если не хочешь помогать, то это повод для того, чтобы не помогать. Потому что если помогаешь, то находишь повод для того, чтобы помогать. Я помогаю. Но дело в том, что у меня такая большая семья, огромная просто семья, пятеро сестер, есть брат, есть мама. У этих братьев и сестер есть дети, у этих детей уже есть дети. И у меня просто глобальная, огромная семья. И у меня пятеро детей, и у меня есть семья, есть завод, там есть люди, есть работники. Если вот так все рассмотреть, то это огромная прямо школа, там ученики. Это огромное количество людей. Помогаю ли я финансово? Да, очень часто такое бывает, что помогаю финансово. Очень часто это бывает. Сейчас, когда война в 2022 году началась, то все ученики написали в один день. Те, которые в Украине находились и в городах, в которых начали падать бомбы. И там было все. И там, Андрей Андреевич, нет денег, помогите, дайте на бензин, дайте где-то пожить. Это было очень много, прям очень много. И я ни от кого не выключал телефон и брал все звонки, и каждому давал какой-то совет. Мы пережили очень сложное время. Людям, рожденным в церковный праздник крещения или Рождестве, больше по жизни испытаний дается, чем в обычный день, или все совпадение. Я не думаю, что праздники каким-то образом могут повлиять на жизнь человека. Может быть, нумерологический генитурный вектор человека. То есть, к какому нумерологическому коду он относится, какая у него натальная карта, есть ли у него какие-то события, которые невозможно изменить, нет ли у него прерывания жизни и так далее. Это все можно изменять в целом. Но для этого необходимо знать, как это делать. Но дается больше событий, еще раз хочу вам сказать, чем злее человек, но не внешне. Нет. Внешне человек может быть сплошная прекрасная доброта. Человек может даже сам с собой жить и ненавидеть. Что? Находить поводы ненавидеть что-либо. Ненавидеть это значит встать, и вот ему не нравится сам себе. Вот человек встал, у него плохое настроение, не нравится сам себе. Мучается, он ходит от одной двери к другой, не знает, покушать или полежать. Это все проявление злобы внутренней. Почему? Был бы добрый, лег бы и наслаждался, читал бы книгу, смеялся громко, танцевать бы начал. Есть же какие-то радостные проявления, а так хмурый, злой, мне плохо или там еще что-то. Это даже сам с собой человек может быть таким комком злости. Кстати, забыл об этой медитации. Вот если выйти на улицу и постоять где-то или посидеть, ничего об этом не думая, и потом прийти домой, то всем, кто у вас в квартире будет, станет от этого легче. Включая вас. И вам, и окружающим. Поэтому, когда у вас дома скандалы, и вы говорите, вот они меня обижают, вот они меня обижают, или вот эти обижают, это все связано с вашей внутренней злостью. Почему с человеком происходят плохие события? Ведь вы же хорошие. Нет, если бы не было такого эгоизма, то вы были бы хорошие. А так вот эта внутренняя злость, которая берется непонятно с каких причин. Как правило, по моему мнению, в большинстве своем виноват алкоголь. Очень часто именно алкоголь виноват, потому что ничто так не ломает людей, как применение алкоголя в их жизни. Так от алкоголя люди мучаются. Они первый день выпьют, вроде все хорошо, а потом на второй день у них кумары, они ко всем имеют претензии, на всех злятся. Ужас, какой? Зачем тогда этот алкоголь? Слушайте, если так человеку плохо, самому плохо, окружающим плохо, все злятся. Самое плохое, что придумал человек, это алкоголь, наверное, в этом мире, потому что постоянно-постоянно из-за этого какие-то неприятности. Человек сам себя грызет, окружающих людей грызет. Вот если вы обижаетесь очень сильно в семье на кого-либо, знайте, вы какашка. Вы всех достали. Да, так и есть. А что нужно делать? Не якайте. Как определить человека, кашка или нет? Я замечаю это с легкостью вот такой щелчка пальца. Каким образом? Если человек приходит на встречу, у меня была встреча такая, я разговаривал с человеком. Вот он садится и говорит, я, собственно говоря, я думаю, что... Я говорю, у вас дома конфликты. Он говорит, как вы угадали, Андрей Андреевич, у вас очень длинное «я». Чем длиннее у человека «я», тем больше он обижается на других людей. Эгоизм. Чем сильнее «я» к эти, тем... Вообще, если наблюдать за жизнью человека, то каждый человек произносит где-то слова, и эти слова он может тянуть, как бы ставя акценты. Вот те слова, на которых он ставит акцент, являются для него важнейшими. Это если рассматривать с позиции нейролингвистического формирования образа человека, то очень много и очень другого можно сказать о человеке. Прямо очень-очень много и совершенно другой информации. Это всегда удивляет очень. Ладно. Так что не переживайте. Крещение вам в целом, ничего не нужно делать. Становитесь добрыми, находите доброту в душе. Душа управляет этим миром. Поэтому чем теплее в жизни человек... Это не важно, там, ругаете вы кого-то или плохо к кому-то относите. Это же воспитание. Вся наша жизнь — это подвиг и воспитание. Но подвиг, он как раз и заключается в тот момент, когда ты хочешь поругаться, промолчи. В тот момент, когда ты хочешь гадость какую-то написать, не делай этого. Это бесы тебя мучают. Знаете, грош цена таким верующим, которые дома орут. Я все время поражаюсь. Знаете, обращаешь внимание на людей и смотришь на то, как они живут. Верующие, ходят в церковь, такие милые, очень счастливые. А потом видишь, что дома делается и просто за голову берешься. Даже не можешь поверить, что это совершенно разные люди. Я вообще подозреваю, что есть такие люди, которые не живут одной жизнью. Есть люди, которые бесконечно меняют маски. Их душа, наверное, где-то исчезла. А духи разные. То один дух там включается в мозг, то другой дух, то третий дух. А души нет. Нет ничего. Такая пустота. Такая злость, 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 злость на весь мир. Злые на этих, злые на этих, злые на этих, злые на себя, злые еще на что-то. Ужас. Скажите, пожалуйста, какое имеет значение цветы, их размещение дома и так далее? Чем больше цветов, тем больше защиты. Любые цветы защищают дом от энергетического влияния. Если у ваших соседей плохо все, то если у соседей очень плохо, у них там болезни, или у соседей драма, у соседей депрессия, то стены каменные или какие-либо другие в скворечнике, которые называются многоквартирные дома, могут не срабатывать. И эти энергии или эти вибрации, они могут вытекать, перетекать, падать вниз, подниматься вверх. Обычно ночью это стекает сверху вниз, утром это все поднимается снизу вверх и так вот происходит. То есть человек живет в доме на каком-либо этаже, эти все энергии поднимаются, опускаются и вот омывают всех людей. И все люди становятся одинаковыми такими. Одинаковыми на чувства. То есть под вами спит женщина, у которой там есть проблемы со здоровьем, она злится на что-то, у нее характер не очень хороший, она вредина. И муж ее точно такой же. У них дома скандал, они об эзотерике ничего не знают, они дома ругаются, скандалят, матерятся, всех ненавидят, пишут, их колбасит. Все время там то корвалол, то валидол. А вы хотите, чтобы у вас дома было спокойствие. Легли и встали с плохим настроением и говорите, да что ж такое, вроде настроение должно было быть хорошо. Вчера я видео смотрела, там мелодраму о счастье, а сейчас вот такое состояние. Что ж такое, что ж произошло-то такое. А произошло-то такое перемещение энергетическое снизу вверх. Поэтому если ставить цветы, то тогда такое перемещение и вибрации энергетические забираются такими растениями. Поэтому дома находиться или ставить дома растения, это хорошо. Потому что растения, как правило, забирают энергетические тонкие вибрации ненависти и зависти. Пришли гости, цветок засох. Почему? Потому что позавидовали чему-то. У нас был офис, и я в этом офисе совершенно бесплатно принимал людей. Он и сейчас есть, я просто сейчас не принимаю. И делал я это 10 лет подряд, или 9 лет подряд. С утра до ночи каждый день, кроме субботы и воскресенья. И в Киеве это я все делал. И моя сестра какое-то время была администратором, и там у нее на окне стояло большое количество цветов. И вот заходит группа людей новых, и вот прямо на глазах за одну минуту все цветы засыхают. Почему это произошло? Кто-то жутко позавидовал. Прямо жутко позавидовал такой кабанячей завистью. Если у вас зависть, это тоже проявление злости. Почему? А как справиться? Если у вас зависть, говорите слова. Ничего страшного, скоро у меня такое будет. Скоро у меня будет такая машина. Скоро у меня будет такой офис. Скоро у меня будет такой доход. Скоро у меня будет такой успех. Скоро у меня будет там тот, а тот. а где размещать не имеет значения я люблю цветы домашние какие из домашних цветов мне очень нравится золотой ус я люблю золотой ус я люблю фикусы колонхой золотой ус это мои любимые домашние растения золотой ус больше всех фикусы мне нравится очень добрый вечер подскажите эзотерически можно ли в дома в спальне чтобы лежали ракушки сегодня купил очень понравится если ракушки ложить в ноги и спать так чтобы ракушки лежали под ногами или в ногах то уйдет весь целлюлит если ракушки будут возле головы то уйдут психи и дурные мысли так что ракушки можно но в ногах лучше спасибо за все ценные советы пожалуйста так елена симакова скажите а если в рунах самодельных выпадает всегда рука божья г значит бог помогает куплю ли я дом спасибо два вопроса по поводу руки божьей если выпадает значит конечно же да это говорит о том что вы строите свою жизнь сами и что бог вам помогает и вы правильным путем идете по поводу купите вы дом или нет в этом году нет а в общем да здрасте андрей андреевич расскажите пожалуйста о ведьмах они существуют спасибо есть целые организации которые связаны с поклонениями это общественные организации которые занимаются они имеют определенные названия и у них есть определенные ритуалы это ритуальные общественные организации в ходе которых совершается определенные обряды какая задача таких общественных организаций как правило это быть выше и быть влиятельнее сама по себе такая общественная организация ритуально она выбирает для себя какого нибудь либо идола либо энергию либо еще что-то есть целый ряд вот таких многие из них многие из них считают что у человека который не может жить и мучается можно забрать жизнь энергетически то есть если у человека допустим жизнь там наркомана ему ничего не хочется он весь такой скиши и он на всех кидается вредные так далее то и живет бесцельно они считают что можно при помощи определенных обрядов отобрать такую жизнь у такого существа она же все равно никчемная но такую жизнь можно в дальнейшем использовать в ходе обрядов для того чтобы сделать кого-то очень популярным или кого-то вот таких людей вот такие обряды я называю ведьмачеством если ведьмаки какие-либо еще да есть ведьмаки которые используют темную энергию какой эту энергию есть ведьмаки которые используют темную энергию и используют элементы которые связаны с прошлым то есть используют допустим мертвых или используют в обрядовой или ритуальной культуре используют кладбище кладбищенских духов порабощая кладбищенских духов голодных духов духов земли или еще каким каких-либо духов которые не должны подчиняться они их порабощают заставляют их служить и тогда иногда у этих людей есть идеи хорошие иногда они одержимы плохими идеями но этому всему необходимо обучаться и я объясню почему случае если человек не обучается этому а делает это по наитию как он захочет он совершает ошибки в дальнейшем может очень пострадать моей жизни было много таких друзей один из них был вор авторитет который жил на территории украины мой друг звали его и неважно николай звали и кличка у него было этот рокер коля рокер и он все время его еще называли по-другому колдун или коля колдун и он носил все время череп на указательном пальце ездил на мотоцикле он был очень злобный проводил злобные ритуалы и использовал в ходе ритуала всевозможные предметы целую ритуальную культуру такую вот использовал она с целыми ритуальными посвящениями которых были или присутствовали эротические такие системы и проявления и алкоголизм и наркотики и тогда и очень боялись его люди он действительно мог там на базаре кому-то сказать и там у человека ноги и руки крутила но закончил он плохо дожил он едва дожил до 51 года ехал на мотоцикле ехал он из города виницы и где-то в гайсин и едучи на мотоцикле ехал быстро что-то произошло не так мотоцикл этот в одну сторону а он проехал по бетону и остался только один палец потому что все остальное но невозможно было собрать так доехал и вот так и хоронили один палец с этим кольцом было еще у меня знакомая она тоже ходила все время на кладбище и говорил лена не надо этого делать она андрей андреевич я знаю это высшая магия игры то духе они несчастны они не могут переродиться это духе убиенных людей это те кто не может переродиться тех кто обещание дал перед смертью ну и так далее я говорю не надо их мучить это же они страдают из-за этого зачем ты их цепляешь нет нет и она там я и это лечу это лечу лечила недолго дожила до 43 лет и все ее уже нет зачем это нужно было если человек профессионально умеет что-то делать и использует это то заканчивает быстро поэтому только добро в этом мире и знания могут быть нужными если зло да есть если ведьмы которые летают на метлах нет если ведьмаки которые едят детей давайте об этом я буду умалчивать вы всегда очень красивые прекрасные учитель могли бы вы меня благословить себе скорее ушел скорее ушел хорошую работу совсем трудно как-то вы такой молодец пусть у вас все получается конечно скоро найдете хорошую работу пусть будет такая чтобы вам очень нравилось о андрис айненбаумс пожертвовал 5 евро боже ты мой первый раз за 10 лет кто-то пожертвовал мне 5 евро вот это я сейчас разбогател спасибо очень приятно правда искренне краски дорогой андрей андреевич а что вы думаете об апокрифах с эзотерической формировкой философской точки зрения то что я скажу может очень обидеть людей правда то что я скажу может обидеть людей дело в том что та информация которую часто подают эта информация она но такая неоднозначная и сама по себе теософия неоднозначная знаете и изучение религии это неоднозначно все допустим сейчас очень много культов есть которые говорят что очень важно читать библию и тут сразу вопрос библию какую библию это библия ветхий завет или библия новый завет ну тогда новый завет он не может быть библией хотя хотя если человек нет и новый и ветхий является библией до библия это старая книга в которой религиозная история какая-то таким образом можно сказать что есть библия буддизма есть библия ислама корр коран может являться библия ислама то есть можно сказать что это и когда человек говорит нет библия это нет библия переводится насколько я помню с латыни как книга историческая книга ну или книга с истории какой-то вообще насколько я помню библии называли истории о королях какое-то время ладно неважно и вот допустим пасторы я иногда слушаю мне нравится и пастор говорит пастор говорит в библии от иисуса новина иисус новин сказал человек должен быть сильным и никогда не отчаиваться во имени иисуса христа о чем он вообще сказал дело в том что библия если он говорит об иисусе на вине так звали одного из царей который правил после того когда иудейский народ пришел в израиль или на землю израилевую это в царствованиях а царствие называется в честь царей вообще о чем библия ветхий завет она царях это история царствия иудейских царей где иисус новин был одним из иудейских царей и то что он говорил это вообще не должно никого интересовать почему там нужно искать не что он говорил не что давид говорил а что бог говорил этим людям вот что нужно слушать и вот где нужно читать то что бог говорил а то что сказал лука в евангелии или то что сказал еще кто-то это вообще не имеет никакого значения важно то что бог сказал иисусу и важно то что иисус сказал людям вот что имеет значение а когда искать из контекста вырывается вот иисус новин сказал причем ну и ну и что цари всегда были они всегда что-то говорили каждый царь мог что-то сказать просто вы понимаете библия каждая это эпос вот допустим на райана это эпос от начала от от вишну который лежит и у которой зародил брахму и после этого брахма влюбился в гангу и после этого появились царя одни другие третьи это эпос истории рождения и индуистского индийского народа по сегодняшний день ну к сожалению до до сих пор на райана пишется и это такой эпос сначала который написан в стихах сначала исторически и каждый раз или каждый год добавляется потому что есть люди которые являются писателями таких эпосов так эпос эпос царствия пророка мухаммеда потому что был царем и передал законы которые ему передал свою очередь аллах где говорится где многократно утверждается что евреи не послушались и распяли и так далее то есть целые целые есть истории в на райане это есть если говорить об евангелии можно вспомнить историю которая история геракла мама геракла она была женщина и которая жила с мужчиной и которая никогда не вступала с ним в половую связь жили они долго ее муж был рыбаком жили они долго после этого она от бога зевса который захотел чтобы у него родился ребенок она не вступала с ним в интимную связь забеременела родила геракла он спас многократно многих людей после распятия после того когда геракл погиб и после его распятия на самом деле геракл воскрес скажите эта история повторяется ну вот так повторяется тогда воскрес и пришел к людям и вновь кого-то спас это история которая называется история греческого эпоса а говорите о там каких-то тайнах или говорить о каких-то дополнительных я хочу сказать что все абсолютно религиозные книги устроены таким образом каждой религиозной книге есть что-то описанное плохое вот если читать религиозную книгу от начала и до конца то с вами в жизни плохое ничего не произойдет почему это синоптический происходит человек думает религиозная книга она создана во спасение меня и моей души поэтому любое чтение что там происходит и убили и разрушили и там измены и убили и там от допустим вот допустим потопа и заканчивая и заканчивая местью слезами как этом последний текст в библии еремии которая отомстила за убиение своего отца то есть если от начала и до конца это прочитать то получается все что там эти события какие-то пожары убиение детей уничтожения смерти казни об воровании и так далее это в жизни человека не произойдет я для себя это решил я периодически я в жизни своей все прочитал коран в нескольких изданиях библию в нескольких изданиях евангелие в низких изданиях на райану не осилил потому что но это очень много но знаете зато читал гегеля это и было еще ужаснее и конечно же блаватскую кстати по поводу вот этих сообщений где мне пишут с твоей мордой ли с твоей рожей там только он же не может быть эзотериком посмотрите на его рожу послушайте уважаемые мои друзья и зайчики посмотрите на лица блаватской скажите у нее очень красивое лицо по воспоминаниям тех людей которые жили с ней в одно время она имела чудовищный характер она имела ко всем претензии она все время ела она курила даже в индийских храмах вместе с лидбитером и имела у нее очень красивое лицо то есть она похожа на ангела я понял или на лицо гурджиева кто там был еще великим эзотериком фома аквилонский или там николай и там вот кого-нибудь вспомнил майер допустим николай майер у них у всех лица были не ахти это такая особенность если человек имеет такое лицо знаете это такая особенность вообще видели фильм такой который мультик такой называется халиф айст и там о халифе который хотел слышать о чем говорят животные пока его колдун не заколдовал волшебным словом мутаборта и в чем смысл халиф был красивые какая стон какая был красивые как не айст красивый а колдун каким был это такая особенность если у человека есть колдовская энергия и он может щелчком пальцы сделает так чтобы деньги были или наоборот все отключилось там то он не будет красивым почему я не знаю с чем это связано но как-то искривляет человека энергетически не знаю может это из-за путешествий много астрала много грязи у людей когда исцеляешь ты что забираешь боль желание более это все каким-то образом влияет и на организм и трансформирует и внешний вид даже меняется ничего с этим сделать нельзя поэтому очень часто мы замечаем вот таких людей в рядом с которыми страшно одновременно плакать хочется и внешне они не очень но это и есть эзотерики так что папа крифах сказать вам ничего не могу да что ж такое еще деньги мне признаешь тоже ого аж целых 29 и 9 плн я правда не знаю что такое плн польских наверно не они ну спасибо так приятно надо же вот это да вы решили меня засыпать деньгами я понял если не хочешь разговаривать с мамой что делать она звонит мне и хочет чтобы я выслушала про плохое все плохо дочь младшая плохая такая очень плохой я сама потом чувствую себя плохо есть святая есть святой долг этот святой долг звучит так чем больше и чем лучше вы относитесь к маме и к отцу воспоминаниях или в жизни тем счастливее будет ваша судьба не избегайте этого жизнь устроена по принципу такому что дается именно то что человек заслужил но один человек начинает это отталкивать от себя а другой человек начинает принимать вот тот кто принимает с ним это больше не срабатывает почему потому что ты принял вот смотрите вам бросили мячик вы его забрали с ним ушли а потом перекинули куда-то а вам бросили вы его обратно вам бросили вы его обратно вам бросили вы его обратно точно так же и здесь до того момента пока ваши чувства сражаются с тем что происходит до того момента пока вы это не принимаете это будет происходить что должна чему должна вас научить жизнь она должна вас научить принять это принятие знает что это тоже часть вашей жизни и сказать себе моя мамочка ты запишите текст и каждый раз когда ваша мама будет вам звонить читайте она вот твоя сестра там все плохо горит и ты моя мамочка я тебя так люблю ты такая моя сладкая маленькая как твои дела рыбка я так хочу уже наконец-то встретиться с тобой обнять поцеловать мне так хочется погладить тебя тебе наверно так одиноко ты такая одинокая я так восхищаюсь ты так много дала нам жизни я хочу вообще тебе сказать ты самая родная самая любимая обожаю тебя и каждый раз когда она вам звонит берете этот текст и читаете его один и тот же не имеет значения она все равно будет это воспринимать так как будто она слышит это первый раз и я вам говорю это настолько изменит судьбу вашей семье почему она звонит вам они сестре или еще не кому-то потому что вас видимо есть энергетическая сила хоть что-то изменить через вашу маму изменить вашей карме рода кого больше всего донимают родители они больше всего донимают самых энергетически сильных поздравляю это вы раз она вам звонит это говорит о том что вы должны как можно больше всего сказать почему если вы будете ей восхищаться то это будет вашим благословением рода таким образом и вам легче будет и маме легче будет и рот ваш расцветет а вы боретесь почему вам что жалко маме сказать хорошие слова вам жалко изменить рот вам жалко сделать так чтобы ваш рот начал процветать что вам жалко слов хороших не ну вы ни при чем вы не ну как говорят у нас в одессе вы же ни при чем вы же не знали вы же таки не знали наташа гренцер здрасте андрей андреевич хочу спросить стоит ли мне оставаться в великобритании или вернуться домой в украину в украину вернуть светлана фичук почему что светлана фичук андрей андреевич у доньки 18 роки в дисплазия шейки матки рубила лазерную операцию направляя на дооперування в онкоклінику це порча не це не порча так выйти с цей скрути чи варту идти на повторного портручання так але вам не потрібно цього ну дуже хвилюватися це мабуть може з чимось повязано там радіація чи нетрати чи психи я не знаю как на українське нервування тому идіть не бійтеся напишіть мені взагалі в телеграм я вам напишу як її потрібно лікувати в мене є такі препарати що могут їй дуже допомогти потенциал жизни кайфуємо здрасте андреевич рада вас видеть і слышать спасибо спасибо татьяна у меня самого дитства рука об руку идут цифры 3 13 и 33 і так всю жизнь могу неделю просыпаться в 3 33 как будто кто-то будет что это может быть подскажите любые цифры которые у вас идут тройка это действовать 33 это шестерка обратите внимание на семью уберите эгоизм 13 1 плюс 3 4 4 обозначает усильки или приумножки или получите приумножение или что-то в жизни добавить так каждая цифра от 1 до 9 имеет значение когда попадаются цифра 11 или 22 то необходимо единичку с единичкой прибавить а двойку с двойкой прибавить чтобы получилась цифра от 1 до 9 так цифры что-то обозначает что обозначает где-то у меня даже была такая здесь бумажечка что-то ли кстати знаете какие цифры в этом году благоприятные для открытия бизнеса 2 3 5 7 10 11 12 и 13 и дни понедельник среда четверг пятница открыть крупный бизнес хорошо среда четверг пятница и цифры 2 3 5 7 11 4 13 а для подачи судебного дела чтобы было вашу пользу хорошо воскресенье среда пятница и цифры 3 5 8 10 13 и 15 оказывается я тут готовился еще к вебинару но он прошел как всегда не по плану на следующей неделе предстоит операция был с и вы такая молодец все выдержите все будет хорошо смело идите все нормально есть две трехкомнатные квартиры в разных городах посоветуйте что с ними делать в одной живем продать и купить дом если продадите обе дом не купите пока пусть будет не торопитесь ничего с ними делать добрый вечер андрей андрей сдам я на провода куплю машину да будете очень счастливы подскажите как разблокировать денежный поток ищите мое видео которое называется как разблокировать денежный поток а вообще рекомендация проходите первую ступень там я ой как много говорю о том как разблокировать денежные потоки и все остальные ипотеки банки у дочери гипо натриемия причина не установлена живет тем что в день две ложки соли пьет с чем это может быть связано это мука висцидоз генетическое заболевание мука висцидоз это не гипер натриемия такого боль такого заболевания нет а вот мука висцидоз такое заболевание есть и конечно я понимаю врачи они не хотят ставить такой диагноз потому что это не очень хорошо что делать до соль это ее спасение ингаляции солью можно делать вот нужны стволовые клетки свяжитесь со мной в телеграме если вы находитесь на территории украины я смогу вам или там казахстана я смогу вам отправить и расскажу как принимать это действительно может помочь и скажите как забуду людину спрашивает зарослава кушнир представляете человека которого не можете забыть как будто он находится у вас внутри тела в половых органах или в груди или в душе ну вот как вспомните так пусть и будет руки вот руки в где-то в груди там чувства какие-то вот чувства как обычно женщина вспоминает женщина воспоминания лицо и руки лицо и руки там как целовал обнимал тепло лицо и руки но это где-то воспоминания эти они идут где-то в голове или в душе в груди вот это все обведите опустите в сторону половых органов а еще лучше сторону половых органов представьте на выдохе со звуком х будто это выходит из вас в виде змеи с головой того человека которым не можете забыть и эту змею от себя вот так отталкиваете ногой или раздавливаете это и другое безопасно для человека зато очень быстро отпустит мгновенно людмила ржевская подсоветуйте под стоит ли мне переезжать казахстану в россию над не даю таки ответ пусть война закончится потом буду давай стране відчуття что вокруг люди мыслить якось деструктивно чи заторможено неодно разово це погано чи добре погано так и е у людей стрессы люди в стрессе живуть загали ютубе есть 37 седьмой снг если практиковать должником не буду я закрою сегодня еще запишу себе и сегодня зайду и закрою чтобы его не было они нечаянно были открыты и должником будете да поэтому нельзя 37 7 я их удалюсь если еще строится дом можно ли покупать в него шторы конечно если покупать шторы посуду то быстрее дом построите добрый день андрей дичь что вы есть скажите пожалуйста моя дочь живет майами с работой не очень я зову ее обратно в украину в черкас и стоит возвращаться нет пусть будет все будет хорошо помогите у меня хашимота ревматизм как можно вылечить ну сейчас я не буду читать лекцию как лица хашимота ревматизм к сожалению ссори скажите я сейчас в норвегии буду здесь счастлива если останетесь будете хорошая страна и вам она самая интересная подходит у меня после смерти мужа сейчас решается вопрос наследством будет у меня свое персональное жилье до ценный совет по какой причине долго прохожу не знаю что мешает прошли закрыли а вторую включили смотрите как люди говорят там я долго прохожу по какой причине не придумывайте себе историю посмотрели есть деньги купили четвертую посмотрели из деньги купили пятую посмотрели из деньги купили шестую посмотрели есть деньги закончили на седьмой конец все что там думать ой denis спасибо а снова деньги отправляйте я же не знал что это так такие это так приятно то если вы будете отправлять деньги буду чаще выходить с такими трансляциями продаст ли моя дочь дом да сейчас очень сложно с этой с этим скажите как правильно говорить с душой ищите мою видео она называется как общаться со своей душой может я преувеличиваю кажется что они пытаются что-то навести на нашу семью и выиграла у них суд прохожу санга я для профилактика получится убрать получится я купила два украшения с камнями одно украшение с камнями лабрадор и 2 с лунным камнем какие за туристические свойства имеют эти камни лабрадор может заставить человека вернуть долг если носить лунный камень то у человека появляется магия привлекать то что он задумал влиять на людей как бы внедряя в них свое желание останусь я в чехии скорее всего нет зарослава кушнир дякую завид поведи я вам дякую я боже я желаю вам всем успеха и тот кто проходил на ю тубе санга я мои не является моими должниками но спасибо что сказали если не скачали то их сегодня закрою я желаю вам успеха если у меня магические способности для занятия магии есть у каждого если он знает как этим заниматься а если по наитию то не занимайтесь потому что обычно таких людей очень сильно жизнь наказывает правда вы не знаете правил вот смотрите даже сегодня вам где-то говорю вот о том что люди хотят зла или люди хотят боли вас это не шокировало но вы же не знали этого как правильно поступить чтобы не быть должным если купить сейчас не могу не смотреть я желаю вам успеха спасибо до свидания пусть у каждого будет счастья пусть будет яркость каждого у кого день рождения желаю вам счастья любви пусть ваша новая жизнь созревает и дает вам большое количество возможностей в вашей жизни пусть все будет хорошо пусть все будет хорошо и конечно мы как маленькие светлячки света и радости по моему мнению можем давать этому миру хоть немножко надежды какой-то сакральной радости какой-то внутреннего счастья внутреннего вот такого может быть даже надежды пусть этот мир греется в лучах наших сердец я верю что в моем сердце находится большое солнце она греет моих близких согревает моих учеников согревает людей и лучами такого солнца сжигают всех абсолютно моих врагов которые живут вокруг меня и которые хотят от меня чего-либо хотят боли если люди от меня хотят боли я обязательно им насыпаю у меня так много учеников что зачерпнуть учеников боль и налить тем зашкварку кто хочет моей боли поверьте очень несложно даже без разрешения с моими возможностями можно делать без разрешения поэтому когда кто-то приходит на канал такого человека как я и пишет гадости ну я бы все-таки не советовал да все нужно просто помнить что мне за 50 а я лет 35 уже осознанно занимаюсь эзотерикой но знаете за такое время уже наверно что-то и умею и понимаю знаю как это делать